Восьмой квартал в Новом Городе развивается, но по мнению местных жителей не в ту сторону. К нам в редакцию обратились обеспокоенные родители. Главная проблема – отсутствие в микрорайоне образовательных учреждений. Соседние школы находятся далеко. Да и дойти до них детям не так-то просто. Рядом оживленная трасса и пешеходные переходы без светофоров. Хотелось бы сказать про обещанную школу. Хотя бы построили начальную школу. Как 200-я школа, сад. Как 44-я школа. Потому что, во-первых, это безопасность детей. Вот там нерегулируемый пешеходный переход. Ну и, конечно, если старшеклассники могут добираться до 50-й школы, то малыши – это опасность. Это небезопасность детей. Ну вот это хотел сказать. То есть есть проблема школы, ее как-то можно решить. Хотя бы школа-сад, хотя бы начальная школа. Как отмечают сами жители, при покупке квартир застройщик компания «Запад» обещал людям построить в микрорайоне и школу, и детский сад. Покупателям выдавалась планировка района, где обозначены данные учебные заведения. Однако компания обанкротилась и продолжить строительство не смогла. Проект перешел к компании «Железно». Представители обеих компаний от комментариев нашему телеканалу отказались, заверив, что никаких планов по строительству школы-сада у них не было. А на месте, где по плану, который предоставили нам жители, должна строиться школа. Сейчас возводятся многоэтажки. Мы также стараемся подсчитать, сколько ребятишек здесь, потому что хоть какая-то статистика должна быть. Кроме того, я считаю, что школа станет неким культурным центром, спортивным центром. И с семьями могут приходить спортзалы, какие-то кружки, дети будут заняты. На данный момент в квартале проживает более трех тысяч жителей, включая детей. С просьбой о строительстве школы люди неоднократно обращались в городскую администрацию. На данный момент к обращению собирают подписи. В управлении архитектуры и градостроительства нас заверили. По генплану никакого образовательного учреждения на столы пеностроить не планировалось. Возведение новой школы в районе будет рассматривать, исходя из потребностей. Перспектива строительства школы там просматривается. То есть планы такие у администрации города есть. Разумеется, под это будет надо изыскивать федеральное финансирование. В настоящий момент дети, проживающие в данном квартале, посещают успешно другие школы. Номер 22, 50, 59, 69. Проблем с наполняемостью данных школ нет никаких. Пока же вопрос со строительством школы решается, родители предложили множество альтернатив, чтобы сделать путь к более отдаленным школам удобнее и безопаснее. Например, сделать хорошее освещение и пустить школьный автобус. Илья Михно, Александр Кудряшов, Улправда ТВ